всем большой большой привет сегодня готовим вот такую замечательную икру из свеклы на зиму морковь и свеклу натираем на мелкой терке помидоры лук и острый перец перекручиваю через мясорубку по поводу острого перца всегда регулируйте свой вкус если вам нравится используйте если нет тогда не добавляйте соединила все в одной кастрюле я взяла кастрюлю на 9 литров добавляю соль сахар черный молотый перец и растительное масло все перемешаю и отправляю на плиту дожидаюсь как только закипит я убавляю ход из 12 шестерка и варю полтора часа периодически надо помешивать варю под крышкой обратите внимание у меня не сильно кипит не сильно бурлит а вот вот так только булькой то есть на медленном ходу варим когда уже время варки будет подходить к концу можно попробовать на вкус добавить соль или сахар или может быть перец за 10 минут до окончания приготовления я добавляю яблочный уксус перемешиваю провариваю 10 минут и можно закатывать простерилизуйте баночки и крышки удобным для вас способом раскладываем икру по баночкам я раскладываю в литровые баночки мне так удобно можно и в пол-литровые баночки сделать крышки я тоже простерилизовала и закатываем проверяем на герметичность чтобы баночка не подтекала и отправляем до полного остывания под шуму то есть укрываем пледом или одеялом или махровым полотенцем до полного остывания выход икры получается 4 литровые баночки ну и осталось вот тут немножечко в баночке на 200 граммов такая икра подойдет не только к мясу и к рыбе а к примеру как самостоятельное блюдо можно намазать на хлебушек а если добавить чеснок и укроп она приобретет более яркий вкус также можно добавить ее к примеру в борщ это очень вкусно друзья приготовьте и вы буду рада если вам понравится спасибо что были со мной смотрели видео здоровья вам и вашим близким у Субтитры создавал DimaTorzok